Я смогла снова выступать на Road Meditation 3 И честно говоря, когда только созрели планы по организации 3 Road Meditation, я сразу озвучил, что хочу выступить, хочу пообщаться с ребятами, что-то донести Но какого-то конкретного вопроса не было И как всегда начинаешь думать, а какой вопрос о чем рассказать И как-то обычный день, я общаюсь с одним из наших ребят, и тут какая-то тема у меня так срезонировала жестко И я с ним эту тему обсуждал и подумал, что вот этот вопросик можно было бы вынести на Road Meditation 3, чтобы немножко по поводу его пофилософствовать Посмотрите, отзыв остальных ребят, что-то тема Собственно, непосредственно, вопрос, который мы обсуждали Зачем нужен на проектах Project Manager? И нужен ли он вообще на проектах? Такой вопрос часто, ну не знаю как выразить, но я часто слышал такой вопрос от разных ребят, которые с нами работают, на разных проектах с других компаний Такой вопрос поднимается И давайте его сейчас зададим Мы его задали, но не будем спешить на него отвечать Складываем его в сторону Давайте начнем с того, что в общем посмотрим на IT как отрасль И в частности на процесс управления проектом разработки проектом над чем мы занимаемся Вот мы делаем проекты, вот это вот наша сфера Соответственно в этой сфере есть куча разных обязанностей Каждый из нас может перечислять и перечислять то есть с разного рода деятельности и планирование, и продажа, и маркетинг и аналитика, и архитектура, саппорт тестирование, разработка непосредственно обязанностей очень много разных И как бы они эти обязанности нарабатывались создавались, определялись в процессе эволюции IT-сферы и в процессе разработки проекта Как следующий шаг давайте определим такое понятие как роль Роль это логическое объединение определенной группы обязанностей Вот так вот просто Когда это понимает, это просто и понятно Самые простые базовые роли например, заказчик, project manager, архитектор там, team lead, tech lead, старший разработчик, младший разработчик тестировщик Ролей тоже много, можно их подразделять но, что не в этом Для нас главное сейчас принять то, что есть роли, есть обязанности Аперируя этими двумя понятиями мы можем сделать как бы некий механизм, с которым мы можем иммиграться И вот такой получается у нас веселый механизм У нас есть Возьмем 4 роли основные Заказчик и менеджер и у каждой из них есть свои обязанности Их обязанности изображены разными цветами Это как бы у нас такой идеальный какой-то случай изображен для того, как стартовая площадка Имея эту схему, мы можем дальше играться Начнем с того, что предположим, что у нас есть проект И на этом проекте Заказчик хочет опытный Это его десятый проект Он вообще в прошлом был в Дэвало Поэтому он знает от А до Я весь процесс разработки Что случается в таком случае? Серия обязанностей, которые лежат на Project Manager Они перетекают даже на старте на сторону заказчика Давайте не назвать, что подороги может быть как один человек, так и много человек Пока мы так упрощенно говоря В этом случае Вследствие чего менеджеру приходится намного меньше времени и энергии усилий затратить на этот проект Так и заказчик перетянулось до со старта серии обязанностей управленческих И вполне возможно, что со временем тим-лидер на этом проекте хорошенько прокачался У него развились аналитические скиллы Он начал смело общаться с заказчиком начал доносить свои идеи начал пересматривать за остальными ребятами в команде И произошло перетекание делегирования обязанностей неких управленческих на этого человека Вследствие чего менеджер еще больше разгрузился То есть человек, который играет роль менеджера он разгрузился и разгрузился И в этой команде может случиться так, что QA со временем тоже хорошенько прокачался Его фидбэки понимают с полуслова все разработчики за ними ничего не нужно перетестировать То, что он протестировал это 100% все проверено, все работает вследствие чего какие-то обязанности снова перетекают на этого кирюля В результате наша модель наша команда этот проект он оставляет все меньше и меньше каких-то завязок ответственности и обязанностей на человека, который играет роль менеджера То есть его как бы освобождать и освобождать и все больше и больше времени он может заниматься другими проектами в это время скажем так этот процесс когда на шайке обязанностей перепрыгали они это может произвести со старта проекта просто в зависимости от уровня команды сразу так определились обязанностей или в процессе эволюции обязанности распределяются этот процесс делегирования с чем он связан что можем почему он происходит когда он происходит то есть есть как бы три основные момента это готовность когда человек готов принять по опыту по знаниям новую обязанность ответственность связанную с ней и риски которые с ней связаны и немаловажный факт когда человек хочет это взять на себя он может быть опытным полковым и он может это делать но он не хочет это делать потому что ему интересны более другие это вполне нормально то есть обязательно должно что-то делегируется тебе если ты имеешь возможность это делать то есть удовольствие то есть желание это очень важный момент и важный момент что есть люди которые хотят взять на себя много всего но тем самым теряется качество основных обязанностей роли которые не играют и тут получается не чистое делегирование а делегирование которое вредит основным обязанностям этого человека поэтому важно чтобы сохранялось качество соответственно на предыдущем слайде где у нас оставался буквально кусочек на менеджере но нереально что мы сэволюционируем до такой модели и как эту схему можно назвать эту ситуацию у нас на проекте нету отдельного человека у нас нет проект-менеджера то есть но управленческие задачи они решаются они распылены по странным участникам процесса разработки то есть они в любом случае сохраняются так как планирование есть эстимейты делать нужно следить за тем чтобы эстимейты описывались нужно общение с заказчиком по стратегиям нужно то есть эти обязанности в любом случае остаются и часто вот бывает ну не знаю думаю каждый из вас слышал какие-то моменты когда кто-то с воодушевлением говорит а у нас на проекте нет проект-менеджера и ну окей нет ну и что это нормально то есть ну это не знаю это хорошо или плохо что это значит люди не говорят о том а как распределены управленческие задачи на личном проекте в личной команде то есть вот это самое интересное как распределены управленческие обязанности потому что у нас на проекте нет проект-менеджера это может быть обычный аутстаттинг все на стороне заказчика с нашей стороны просто development queue у нас на проекте нет проект-менеджера но логично может быть такая ситуация когда проект-менеджера нет но команда настолько прокачена что аналитик, тим-лидер, тех-лидер, тестировщики каждый выполняет профессионально свои какие-то обязанности и могут выполнять управленческие обязанности соответственно этот вопрос заявление оно как бы выхлоп в воздух который ничего не означает но что важнее говорить как именно распределены эти управленческие обязанности вот это самое интересное а не то что нет project-менеджера то есть это как бы пример имеет этот инструмент эти шарики и смарики может поиграться и предоставить в таком виде ну самый такой голый стакан без специфика также можно быть совсем наоборот например если заказчик у нас пришел сидеть в компанию у него вообще нет опыта но он горит это и делает он хочет сделать стартап на чем делать как делать он вообще без понятия и в команде в это время разработчики там нет тим-лидера ну начиная senior developer начинается проект с middle разработчика да тестировщик тоже джуниор бывают такие ситуации в таком случае что мы видим у нас получается такие схемы это человек который ведет проект он берет на себя серию обязанностей заказчика помогает ему раскручивать этот проект понимать что нужно там помогать ему упрашивать целевую аудиторию вести это заказчика кроме того он ведет делает часть аналитики архитектуры приходится делать потому что пока команда не готова и еще запишнировщикам помогать ему в общении между разработчиками и заказчиками то есть такие схемы тоже имеют место было собственно хочу предъявшему внимание что мы не занимаемся определением какая схема хорошо а какая плохо то есть такого нету то есть есть просто разные схемы распределения обязанностей сейчас мы смотрим на распределение именно управленческих обязанностей потому что вопрос был такой но мы не должны определять что есть хорошо что есть плохо такого нет вообще определения из каких моментов то есть какие факторы влияют на распределение обязанностей то есть опыт заказчика в IT в управлении проектами в общем предметной области которую он хочет делать готовность команды ее профессиональная квалификация людей которые будут делать непосредственно этот проект и очень важный аспект специфика проекта то есть из-за специфика проекта все может меняться даже если люди и заказчик совсем подходят но специфика проекта может влиять на это распределение обязанностей соответственно какие выводы мы можем сделать краткие то есть управление на проекте есть всегда обязанности управленческие есть всегда они никуда не деваются важный момент есть то как они исполняются эффективность их исполнения и исполняются ли они вообще и для того чтобы происходило правильное делегирование обязанностей люди в этой команде должны быть профессионально подготовлены к тому чтобы принять на себя вот эти вот обязанности эти два факта спасибо за внимание все здесь есть вопроса нету то есть такой общее воспользоваться случаем что я вот здесь стою перед аудиторией я хочу сказать что в данный момент в компании Hero IT мы ищем хороших сильных ребят которые хотят брать на себя управленческие обязанности и развиваться в сферу менеджмента в сторону более управления то есть кроме того как про качество технические свои силы так и вертикально расти вот в этом плане вот и кроме того мы еще также хороших сильных разработчиков но даже если человек может быть джуниором но с амбициями потому что по нашему опыту по этой схемке чтобы обращать внимание человек который приходит джуниор через два года он уже ведет сам проект и проект менеджер не то что шарик один на нем остался не маленькая горошинка осталась просто быть все-все переписки то есть есть председатель когда два года человек прокачивает такого вот уровня и мы как бы рады когда человек попадает в нашу команду у него есть эти обидцы скиллы мы всячески помогаем ему развить в себе все эти навыки необходимые которому интересно в которых он получает драйв в процессе работы в IT-спей все спасибо за внимание спасибо 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 спасибо